Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала Генерал СВР. Генерал-литеран службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете, как Виктор Михайлович. Сегодня мы проводим ставшими уже традиционными итоги недели с бывшим разведчиком-нелегалом КГБ СССР Сергеем Жирновым. Сергей, начинайте. Доброе утро, Виктор Михайлович. Сегодня у нас воскресенье, 17 декабря, и мы с вами записываем эту передачу, которая выйдет в эфир вечером воскресенья и на нескольких украинских каналах в понедельник. Неделя очень напряженная у нас. Пожалуй, если я бы сказал, что самая напряженная неделя этого года, вы бы со мной согласились? Ну, наверное, нет, наверное, Сергей, наверное, не самая напряженная неделя, но одна из самых насыщенных, да. Давайте по порядку. В то воскресенье, когда мы с вами записывали прошлую передачу, президент Зеленский был с визитом за границей. Он сначала проехал по странам Латинской Америки, ну, предварительно, кстати, остановившись еще даже на африканском континенте, в Кабо-Верде. И затем, неожиданно для всех, приехал в Соединенные Штаты Америки, в Вашингтон, а потом на возврате еще и заехал и в Германию. Да, и это был такой ответ, наш ответ Чемберлену, да, значит, ответ Зеленского Путину на его поездку в Объединенные Арабские Эмираты, в Саудскую Аравию и на прием иранского президента. Вот давайте поговорим по порядку, значит, сначала про этот визит, потому что на фоне всего того, что состоялось позже, уже как бы забыли, что было вот такое важное мероприятие. Да, конечно, Сергей, давайте обсудим этот вопрос. Вы считаете, что это действительно, ну, я думаю, что вы, конечно, утрируете, когда говорите, что в отместку к визиту двойника президента России в Арабские Эмираты и в Саудовскую Аравию, конечно, я думаю, что основная цель Зеленского не показать, что он тоже выездной, какова была цель как раз у российского руководства, а скорее попытка заручиться поддержкой американского руководства в дальнейшей поддержке, в том числе и финансовой, и военной поддержке Украины в этом конфликте. Сергей, расскажите нам, пожалуйста, что Зеленский привез из поездки США? Ну, вы знаете, я бы не стал начинать сразу прям с поездки США, потому что мне кажется, что все-таки латиноамериканская составляющая была, ну, не скажу, более значимой или также значимой, но все-таки это был не просто визит вежливости, да, потому что он ездил на инаугурацию нового аргентинского президента Хавера Милея, и на который, кстати, собралось довольно много народу, туда приезжал, кстати, из интересующих нас людей Орбан, и у Зеленского там состоялось несколько встреч с соседними президентами соседних латиноамериканских стран, вот, и сама история с Хавером Милеем, это история, по-моему, которая заслуживает внимания до того, как мы с вами пройдемся по визиту Деленского в США, потому что Хавер Милей возглавляет, в общем, значимую страну Латинской Америки, Южной Америки, Аргентину, хотя эта страна во многом имеет свой вес в прошлом, сейчас у нее большие проблемы, у нее, прежде всего, экономические проблемы, у нее там огромная инфляция, несравнимая даже с инфляцией реальной, которая происходит в Российской Федерации, у нее накоплены экономические проблемы, вот, и сама фигура Милея очень нестандартный человек, который режет правду матку, и мы все боялись, что вот новый, значит, латиноамериканский Трамп оказался, и таким образом у Путина возник в его орбите еще очередной политик из свободного мира, вот, а выяснилось, что Милей, в общем, очень критически относится к Латинской Америке, к Путину, критически относится к Венесуэле, критически относится к Кубе, то есть критически относится к тем странам, с которыми Путин ведет традиционно отношения, и поэтому, в общем, визит Зеленского именно в это место позволил ему говорить о, может быть, о каком-то прорыве даже дипломатическом на латиноамериканском континенте, потому что сейчас идет разговор о создании некой коалиции Украины-Латинской Америки, вот поэтому я и на этом остановился. Да, Сергей, вы правы, я действительно запамятовал об этом визите, скажите, пожалуйста, ну, визит замечательный, переговоры с Орбаном к чему-то привели, как вы считаете? Не было переговоров как таковых, было просто общение, да, насколько я понимаю, Зеленского и Орбана? Ну, там вообще переговоров, конечно, не было, они просто встретились, ну, как принято сказать, в кулуарах, на самом деле это даже не в кулуарах, просто, так сказать, ну, в большом зале, где было много людей, где были президенты и премьер-министры, которые приехали на эту инаугурацию, произошел разговор, причем разговор довольно напряженный. Вы знаете, в принципе, конечно, в этом разговоре, я думаю, не было никакой значимой составляющей, в том смысле переговорной, потому что это, конечно, они не сели за стол переговоров, они не поговорили даже, вот так сказать, по душам вне камер где-нибудь, на минут 15-20, где можно было бы там высказать прямо глаз в глаз, глаза в глаза свои претензии друг дружке. Но мне кажется, что все-таки вот этот разговор, который состоялся у Зеленского с Орбаном, он, возможно, подготовил то решение, которое потом возникло на саммите ЕС в Брюсселе 14 декабря, к которому мы еще с вами вернемся наверняка после обсуждения американской повестки. Да, конечно, конечно. Такое своеобразное танго втроем, да, танцуют Орбан, Зеленский и нынешнее российское руководство. Но вот, как помните, да, старая американская поговорка, доброе слово и кольт всегда лучше, чем доброе слово. К сожалению, у российского руководства, помимо доброго слова корпорта, есть еще и компромат. У украинского руководства компромат на Орбана нет, каким бы, как бы странно это ни звучало, но тем не менее. Видите, 14 декабря, извините, что я его немножко перебиваю, что 14 декабря выяснилось, что, в общем, танцуют они не втроем, а вчетвером. Да, но к этому, давайте мы к этому вернемся после обсуждения американской повестки. А потом, значит, после латиноамериканского турне президента Зеленского, вдруг его самолет взял курс не на Украину в обратную сторону, а в Соединенные Штаты Америки. И когда меня, кстати, спрашивали по этому поводу, хорошо это или плохо, я сказал, что, конечно, хорошо. Во-первых, это, кстати, хорошо с точки зрения спасения планеты, потому что если уж летаешь далеко-далеко на другой континент, то грех не заехать в гости к Байдену, тем более, что там была, в общем, довольно напряженная обстановка. Да, обстановка действительно напряженная. Давайте перейдем к результатам этого визита. Скажите, пожалуйста, каковы действительно результаты, действительные результаты визита Зеленского в США? Ну, если говорить формально, то нулевые, никакие. Да, кроме того, что он прошелся просто по значимым людям, то есть у него была встреча в Сенате в Соединенных Штатах Америки, в Палате представителей, в Белом доме. Это на официальном уровне, плюс на неофициальном уровне, наверняка были встречи в Пентагоне, разговоры еще, может быть, даже с какими-то политическими партиями, потому что уже несколько недель в Украине находится довольно крупный десант, в Вашингтоне находится довольно крупный украинский десант дипломатический, вот, и там все готовилось, потому что важный период, почему в эту неделю было важно Зеленскому оказаться, потому что Конгресс Соединенных Штатов Америки должен был проголосовать в пакет помощи Украине, и если он не укладывался до четверга или максимум до пятницы, то дальше американский конгресс уходит на рождественские каникулы, и все это дело переходит уже на январь месяц, ну, грубо говоря, уже на середину января, а может быть, даже на конец января. И, в общем, так и получилось, несмотря на все усилия, хотя сейчас, как говорят, что есть какой-то некий оптимизм, потому что, хотя Палата представителей вроде бы ушла на каникулы, а Сенат вроде бы не ушел, и пока что эта тематика не ушла совсем в небытие, и вот, может быть, это и есть как раз результат визита Зеленского. Да, Зеленский, конечно, полетел спасать, полетел спасать обстановку, полетел спасать свою страну, потому что мы все прекрасно понимаем, здесь нет никакого секрета, что при прекращении помощи со стороны США это, конечно, будет катастрофа. Я думаю, что до этого, конечно, не дойдет. Было бы слишком абсурдно и слишком не в духе американского руководства, да и в целом американской политики на протяжении последних 150 лет, но тем не менее. Тем не менее, хороша ложка к обеду, хороша помощь, когда она необходима. Зеленский, конечно, попытался, попытался и сделал наверняка все, что мог, но, к сожалению, внутрополитическая ситуация в США выглядит несколько не в пользу, не в пользу поддержки Украины. Дело в том, что наши уважаемые зрители и слушатели наверняка знают, что в Конгрессе премия по поводу того, что республиканцы пытаются обменять, там у них внутренний кризис мигрантский и собираются строить там какую-то новую стену на границе с Мексикой, то ли новую, то ли старую укреплять. Ну, в общем, собираются законы по отношению к мигрантам, которые проникают через мексиканскую границу, собираются эту ситуацию брать под более жесткий контроль. Там по разным оценкам, от 6 до 12 тысяч каждый день человек нелегально пересекает границу, пытаясь легализоваться в конечном итоге в США. И это для республиканцев, для их электората это выглядит как большой кризис. И пытаются этот кризис урегулировать, обменяв ужесточение мигрантского законодательства на помощь Украине. Это выглядит, конечно, в целом аморально, как вы считаете, Сергей? Да, это выглядит как политиканский торг, такой прямой политиканский торг, вещи, которые напрямую не связаны друг с другом. Кстати, здесь проблема не только с Украиной, но еще и помощью Израилю. И положение, на самом деле, действительно сложное, потому что там не только республиканцы, кстати, в этой истории виноваты, но и демократы тоже, потому что, в общем, выяснилось вот на фоне израильского кризиса, что те люди, которые, те слои, которые голосуют традиционно за Байдена, это, в общем, левые слои и цветное население, а оно глобально поддерживает больше Палестину, не существующую, против существующего Израиля. И когда все это дело перемешалось друг с дружкой, и когда одновременно пытаются решить один вопрос за счет какого-то другого, или привязав его к какому-то другому, то получается очень некрасиво. Хотя Байден, кстати, то же самое пытался сделать, потому что мы с вами помним, что примерно месяц назад или полтора месяца назад мы говорили о том, что он предложил Конгрессу как раз такую спаренную помощь Израилю и Украине одновременно в одном пакете. И это был тоже его политиканский ход. А потом уже туда вмешались республиканцы, которые сказали, ну уж если так, тогда давайте и наши проблемы завяжем в этот же пакет. И в результате получилась такая вот куча мала. Я точно так же, как и вы, все-таки имею довольно оптимистический взгляд на вещи и надеюсь, что все-таки этот пакет будет проголосован. Но, как вы правильно говорите, дорого яичка Христову дню. И когда, в общем, сейчас идет война и кончаются снаряды, кончаются какие-то военные вещи. И самое главное, может быть, даже сейчас еще и они не закончились, потому что есть еще примерно миллиард долларов из старого пакета, проголосованного в прошлом году. И в этом году, в 23-м году. Что может быть, там еще хватит на декабрь месяц и на начало января. Но когда у военных нет перспективы, когда они боятся, что с началом января начнется остановка каких-то поставок, то, естественно, они планируют совсем по-другому свои боевые действия. Да, к сожалению, к сожалению, это так. Плюс надо понимать, что опять-таки эта обстановка, в которой мы оказались в преддверии 2024 года, выглядит, ну, скажем так, не сильно оптимистической. Потому что из этого пакета, по-моему, сколько там? 61 миллиарда, которые США готовят для Украины, готовят, еще не проголосован, готовят. Там всего, по-моему, если мне память не изменяет, Сергей, если я не прав, поправьте меня, там всего 26 миллиарда военной помощи. Да, совершенно правильно. Ну, это, кстати, и так и было и в прошлом пакете, потому что США выделили примерно 100 миллиардов, из которых военная, вот чисто военная помощь, стоило, по-моему, миллиардов 30 всего. Да, ну, я сейчас к чему веду, пакет, который готовит Евросоюз на 4 года, там 60 миллиардов. Там в основном не военная помощь, там в основном помощь финансовая, в которой также Украина остро нуждается. Действительно остро, потому что мы понимаем, когда идет война на территории страны, экономика практически не работает, ну, работает далеко не в полной мере. И, конечно, финансовая помощь также необходима. Но, но, хочу обратить внимание, опять-таки, на огромную проблему, это российский военный бюджет, который на следующий год составляет более 100 миллиардов долларов. И обратите внимание, что это все-таки бюджет с оценками российскими. То, что можно купить в Америке вооружение на 26 миллиардов, которые США выделяет, и то, что можно произвести на эти же деньги, ну, не на эти же, на 100 миллиардов, в России это несколько иные возможности. Понятно, что в условиях санкций какие-то, какие-то ограничения все же существуют, несмотря на то, что Запад всеми силами пытается помочь России обойти санкции. Ну, будем говорить, опять-таки, откровенно. Те санкции, которые были введены на этой неделе со стороны США, относительно, по-моему, 250 фирм по обходу вторичных, называется, за вторичные санкции, да, вторичные санкции, да, это наказание за обход первичных санкций. Это все-таки капля в море, и многократное нарушение этих санкций, которые были введены Западом, в том числе и по потолку нефти, который сейчас опустился, да, но по естественным причинам, а не потому, что Запад сильно напрягается по этому вопросу. Ну, вот, нет, нет эффективного порядка реализации тех санкций, которые были на лове. Ну, вы знаете, здесь я не совсем с вами соглашусь, потому что, допустим, Великобритания тоже ввела свои собственные санкции, даже создала специальный орган, который будет как раз наблюдать за тем, как соблюдаются санкции. Вот это и этим показало. Может быть, я надеюсь, такая же штука будет создана в Соединенных Штатах Америки, плюс Япония тоже ввела дополнительные санкции. То есть в этом смысле у меня чуть-чуть более оптимистичный взгляд на эту проблему, потому что, кстати, вот тот же самый потолок реально работал. Потому что даже когда российская нефть продавалась где-то там в Индии, например, там по 80 долларов, эти 80 долларов не шли в бюджет Российской Федерации, потому что там возник некий механизм такой абсолютно воровской, когда Российская Федерация продавала своим же чиновникам нефтяным, которые создали дочки где-то там за границей. Вот об этом вы можете послушать у Микола Крутихина, который является очень большим специалистом в нефтяной области. Он очень хорошо это рассказывает, как эти деньги утекают. И в принципе, хотя обороты большие, хотя есть реальная торговля, но в российский бюджет реально возвращается гораздо меньше. Вот Российская Федерация по оценкам за 2023 год не досчитал в своем бюджете 32 миллиарда долларов нефтяных денег. То есть в этом смысле санкции все-таки работают, но с другой стороны, я с вами согласен, они бы могли работать гораздо более эффективно, гораздо более сильно. Но тогда нужно было бы говорить вообще об экономической блокаде, а на экономическую блокаду никто не согласен на Российской Федерации. Да, на экономическую блокаду никто не согласен, да и что там греха таить. Запад не хочет проигрыша России, ну будем говорить откровенно. Ведь это так и есть. Ведь так и есть. Не хотят проигрыша России, не хотят проигрыша Украины, но и хотят и проигрыша России. Не хотят выигрыша Украины, но не хотят выигрыша России в этом конфликте. Они хотят как-то все устаканить там, где, когда будет так называемая формула луз-луз, когда проиграли обе стороны. Это в целом устраивает Запад. Здесь особо надеяться не стоит, что там находятся какие-то супер... Благородные люди. Благородные люди, которые преследуют исключительно благородные цели, которые будут реализованы на территории Примы. К сожалению, это не так. Запад глубоко прогнил, очень глубоко прогнил. Там нет, действительно нет уже тех личностей, которые могли бы решать проблемы довольно-таки кардинальным изменением собственной политики, кардинальным пересмотром собственных инициатив. Скажите, вот в этом же контексте давайте, Сергей, возвратимся к визиту Зеленского в Германию. С кем у него были встречи в Германии? В Германии, я так понимаю, что у него была встреча, во-первых, с канцлером Шольцем и возможно у него бы... Я до конца честно вам скажу, не осмотрел всю повестку, но я так понимаю, что у него должна была бы быть встреча, наверное, где-нибудь на парламентском уровне и Министерстве обороны. Вот по... Если бы вот я готовил визит, вот я бы сделал так. Скажите правду, правду ли я подумал об этом визите или не, или состоялось как-то по-другому? Да, я тоже особо, Сергей, скажу вам откровенно, особо внимания не акцентировал. Нет, ну, Шольцем точно он встречался, это абсолютно точно понятно. Да. Дело в том, что Германия также готовит пакет помощи Украине. Они сначала готовили там какой-то грандиозный пакет помощи, а потом немного передумали, к сожалению, и ограничили. Нет, нет, вы знаете, здесь чуть-чуть не так, потому что в Германии вообще-то, ну, не скажу такая же проблема, как в Соединенных Штатах Америки, но там примерно примерно такая же проблема в том смысле, что там идет голосование бюджетного на следующий год в парламенте. И у них, у немцев особый, особый разговор про них, потому что они не хотят увеличивать свой государственный долг. И там, значит, когда предложил Шольц этот бюджет с большим дефицитом, он попытался этот дефицит продать как за тот дефицит, который не был выбран во времена ковида. А некоторые представители правого крыла, входящего даже в его собственную коалицию, не захотели голосовать за это дело и стали ссылаться даже на законодательство ФРГ, которое запрещает вроде бы это все дело на таком законодательном уровне. И одновременно вот тот пакет, который они предлагали, четырехмиллиардный, они его до этого, пакет помощи Украины, увеличили до восьми миллиардов. Но тем не менее, судя по тому, что вот сейчас я слышал последние-последние вещи, он все-таки остается на уровне восьми миллиардов. Да, он остается на уровне восьми миллиардов, но я имел в виду там не восемь миллиардов, они там как-то заикались о двадцати миллиардах. Но, ладно, это оставим на совести немцев. Здесь стоит упомянуть, что Германия, несмотря на то, что в начале конфликта была довольно-таки пассивным игроком, в конечном итоге и справилась и действительно помогает довольно серьезно. Кстати, вы знаете, вот те двадцать миллиардов, про которые вы говорили, вполне возможно, что они и есть, потому что мне кажется, что вот восемь миллиардов это чистая военная помощь. И ведь у Франции то же самое, потому что Франция очень мало дает военной помощи, но если взять ее финансовую, то она порядка такого, то есть там порядка двадцати миллиардов тоже Франции давала помощь. Так что я не исключаю, кстати, что ваши данные в этом смысле довольно-довольно правильные. Сергей, скажите, пожалуйста, ну вот вы согласны, да, я так понимаю, что Запад не хочет проигрыша, Россия на территории Украины. Если даже это так не формулируется, то это проистекает из политики. То есть это мы вынуждены делать такой вывод, потому что, когда мы слушаем не слова, а смотрим на действия, если мы смотрим на то, что проголосовано, что поставлено, то становится понятно, что украинское наступление, вот все говорили, вот сорвалось украинское контрнаступление, да, вот если мы возьмем чисто военную составляющую, чтобы контрнаступление на военном театре действий состоялось, нужно добиться прежде, до его начала, превышения ваших материальных возможностей над противником в три, в пять раз. У Украины, даже со всей той помощью, которая ей была выделена в 20-м году, в лучшем случае достигнут был паритет, но превышения не было ни на одном направлении. И в этом смысле, когда вы делаете жесткий аналитический вывод, то мы можем говорить, что, увы, да, Запад не дал ей достаточно вооружения для того, чтобы она успешно провела контрнаступление, а потом на нее же и повесил, сказали, вы не умеете воевать, вы не умеете планировать, вы не умеете планировать боевые действия и так далее и тому подобное. Да, конечно, в общем, это очень неприятная вещь, но которую приходится констатировать. Хорошо, Сергей, скажите, а чего тогда вообще хочет Запад? Что значит, давайте проанализируем с вами вместе прямо сейчас, что значит не проиграть Украине, не проиграть России, не выиграть Украине, не выиграть Россию? Это значит, Это значит, к чему должен прийти финал этого конфликта по мнению Запада? Не по нашему с вами мнению, а по мнению Запада. Вот что они, к чему они ведут? Ну, практически, чтобы все остались при своих, то есть вот там, где сейчас кто все находятся, там же и остались и потихонечку уговорить Украину на то, чтобы она согласилась, так же, как Грузия в 2008 году потерять 20% своей территории в обмен на какие-то ей обещания. В обмен на обещания. Понятно. Я с вами согласен, Сергей, именно так, именно так и происходит. Именно так, как вы описали, именно так и происходит. Как вы считаете, Сергей, выглядит это как предательство Западом Украины? Ну, вы задаете вопрос, на который ответы все понятны. Да, вы правы. Это действительно вопрос. Это риторический вопрос, да, понятно, что есть. В котором уже содержится ответ. И надо понимать, что в свете этих событий, в свете этих событий, в свете визитов Зеленского, которые действительно, я уверен, искренне хочет исправить ситуацию, искренне хочет поддержки от Запада полноценной, максимальной, полноценной, но Запад, мы видим, не стремится, не стремится оказывать эту поддержку, оказывая, этим самым, оказывая сознательно, несознательно, я уверен, что по большей части сознательно, поддержку нынешнему российскому режиму, в существовании которого Запад кровно заинтересован. почему-то, по каким-то их, одним, одним известным причинам, они считают, что падение этого режима приведет к развалу России, к неконтролируемому распространению ядерного оружия, которое находится на территории России и так далее, и так далее. Схожая ситуация была в 90-м и 91-м году прошлого века, в Советском Союзе, когда Советский Союз распадался, когда как раз в Украину приезжал Джордж Буш и уговаривал, и уговаривал украинское руководство тогда не отделяться от Советского Союза, не разваливаться Советский Союз, быть в союзе с Россией и так далее, и так далее. Очень странная ситуация, которая повторяется спустя вот 30-34 года, выглядит все, конечно, каким-то, каким-то сплошным безумием, какой-то сплошной глупостью, люди абсолютно не учатся ни на каких ошибках, и абсолютно не учатся ни на каких примерах. История никого и никогда за все время существования человечества ничему не учила, иначе, конечно, не было бы совершено огромного количества ошибок. Конечно, еще раз, еще раз мы с вами вспомним очередной раз, что американское руководство слило практически все, все свое участие в любых конфликтах, ну, пассивно, в том числе и пассивное участие в любых конфликтах, начиная после Второй мировой войны, да, после победы во Второй мировой войне. здесь и Корея, и Вьетнам, и Афганистан, и Ирак, и так далее, и так далее, все было слито. Американцы очень непоследовательны в своей политике, очень непоследовательны, и надеются на них, как показывает практика, к сожалению. К сожалению, не получается. ну, по крайней мере, в тех, в тех, в тех рамках, на которые можно было бы рассчитывать, исходя из их риторики к началу любого из этих конфликтов. Риторика всегда, всегда грандиозная, а в итоге получается, что не всегда, далеко не всегда американцы реализуют, понятно, что у них, они находятся довольно далеко от этих конфликтов, что рано или поздно приходит усталость, но мы сейчас живем в настолько динамичном мире, в мире, где зреет огромное количество подобных конфликтов. Конфликт в Украине, конфликт в Израиле, это лишь показатели, показатели того, что будет твориться в мире в ближайшие, там, 15, 20, 30 лет. Мир будет полон подобных конфликтов, здесь нет никаких сомнений, что это все не ограничится. Слабость западных демократий, слабость, основного игрока демократического мира США в преддверии, в преддверии большой бури, конечно, показывает далеко не лучшие тенденции для существования вообще всего мира, что там говорить. При наличии ядерного оружия, да, да. У меня немножко другое видение того, о чем вы говорили, хотя, в принципе, я с вами согласен, в базисе я с вами абсолютно согласен, что действительно сливаются, практически Соединенные Штаты слились во всех конфликтах. Но, вы знаете, вот где я не согласен. Мы исходили, или, ну, не скажу, что вы исходили, а вообще, вот как бы, когда говорят об этих конфликтах, то принято исходить из того, что у Соединенных Штатов Америки, допустим, когда они там затевали Северокорейскую войну, ну, Корейскую войну, вернее, они ее не затевали, они, кстати, выступали как регулятор под флагом ООН, кстати, в этой войне. Вот, но исходили, ну, исходили как бы из того, что Соединенные Штаты Америки должны закончить, и чтобы восторжуствовала справедливость некая, да, и вот там в Ираке то же самое дело было, в Ливии там и так далее, в Афганистане, в Сирии, где угодно. А вот если посмотреть без всякой справедливости, да, то для Соединенных Штатов Америки, которые, как вы правильно сказали, которые находятся очень далеко, есть какие-то, были какие-то игроки геополитические, которые их раздражали, которые были сильными игроками, там типа Каддафи, например, да, или Саддама Хусейна, и затеяв те, войнушки, и потом слившись, для них все-таки результат вполне прагматичный и вполне циничный достигнут, потому что ни Саддама Хусейна больше нету, ни Каддафи нету, и Ливия теперь не представляет для американцев никакой проблемы, Ирак не представляет никакой проблемы, Корея, в принципе, представляет довольно малую проблему, и Афганистан не представляет никакой проблемы, и так далее, и тому подобное. То есть на самом деле цели циничные Соединенные Штаты Америки абсолютно достигнуты. Да, Сергей, если мыслить в таком контексте, в контексте таком сугубо прагматическом, да, который выражается... Циничная прагматика уничтожать всех сильных врагов, которые могут потенциально изменять что-то на международной арене. А дальше какие проблемы из этого возникают, это их не касается. Ну, в итоге-то позиция недальновидна, потому что у них позиция недальновидна, потому что в итоге-то их это и касается. В итоге. В итоге... Ну, как Ливия коснула Соединенных Штатов Америки, она создала проблем для Африки и для Европы, а для Соединенных Штатов Америки не создала никаких проблем. Так как США декларируют, что Европа, Европейский Союз является их основным союзником, именно основным союзником, именно союзником, да, мы услышали на этой неделе от Шульца, что Украина не является союзником Германии, правда ведь? Было такое выступление Шульца, когда он говорил. Но США декларируют о том, что... Да вы правы, что это действительно просто декларация, что Европа, Евросоюз является ближайшим союзником Соединенных Штатов. Но получается, США не делает ничего для того, чтобы помочь союзнику, ну, на деле мы имеем в виду, а только усугубляет позицию своего союзника, в том числе развязав кризис в Ираке, в Ливии, накладывая дополнительные санкции на Иран. Мы сейчас еще можем отдельно поговорить и насчет Ирана, потому что вы, Сергей, живете во Франции, и наверняка знаете, что одно время экономика Франции довольно серьезно имела свои перспективы, я имею в виду развития экономических отношений с Ираном. В Иране были построены несколько заводов французскими фирмами, в том числе автомобильные заводы, которые производили аналоги Пежо, аналоги Ситроэна, которые потом в том числе продавались и экспортировались в Россию в свое время. Но те санкции, которые США обводили, чем дальше, тем больше, они повлияли в том числе и на экономические возможности Франции в Иране. Можно многократно говорить о том, почему так происходит, и находить там огромное количество объяснений, тем не менее. Тем не менее, США всегда отстаивали свои личные интересы, всегда исключительно свои интересы, и здесь вы абсолютно правы, когда говорите о том, что прагматическая политика перевешивает все остальное. Ну вот, заинтересованы так, и плевать хотели на мнение Евросоюза, плевать хотели на мнение чего угодно, на Украину, на Россию, без разницы, просто без разницы, вот свои интересы. А потом происходят какие-то другие внутриполитические события, когда даже те интересы, которые открыто декларировались, в конечном итоге сливаются. В итоге мы получаем слабую позицию демократического мира и довольно сильную, по крайней мере, как это выглядит, а мы же с вами прекрасно знаем, что российское руководство действует в парадигме «не важно быть, сумей прослыть». Так было всегда на протяжении последних лет ста, как минимум, после прихода коммунистов к власти, примерно так всегда и действовали. «не важно быть, сумей прослыть». И надо отдать такие должные, всегда умели прослывать тем, кем пытались казаться. Тем, кем именно пытались казаться. Давайте, кстати, подумаем насчет Российской Федерации, потому что вот в этом же ключе, вот посмотрите, ну хорошо, если вот реальная политика, это не дать Путину проиграть. Но все же понимают, что он убивает собственность в страну. И то есть на самом деле это всех устраивает, потому что Российская Федерация, хотя это может кажется парадоксальной, потому что она начинает печатать какие-то танки, ракеты. Но мы же с вами уже давно говорили, уже несколько раз говорили в наших передачах, что этот военный бюджет огромный, это все те деньги, которые Российская Федерация не вложит в дороги, не вложит в строительство нормального жилья. Она никогда не станет, Российская Федерация с ее территорией, 17 миллионов с половиной квадратных километров, и с ее природными ресурсами должна была на самом деле быть самой большой, самой экономической экономикой мира. А она не может ею стать. Во-первых, потому что она очень неэффективная сама по себе. Страна всегда была, и люди не умели пользоваться этими богатствами. И плюс, делается все, чтобы ей не позволить это сделать. И в этом смысле все очень эффективно. Путин дурак, и ему помогают в этом смысле. И, кстати, мы с вами уже тоже многократно сговорили, что Путин абсолютно устраивает западный мир, потому что этот человек большего агента западного мира, чем Путин, в Российской Федерации нету. Когда его Гиркины всякие, там и Малафеевы, и прочие националисты русские критикуют, они его правильно абсолютно критикуют, потому что он не делает ничего для России, он убивает Россию. С одной стороны, да, но, к сожалению, к сожалению, Сергей, это с одной стороны, и, к сожалению, Россия существует в нескольких других условиях, чем существует демократический мир, в несколько других, потому что то, что вы правильно говорите, да, эти деньги не будут сложены в дороге, эти деньги не будут сложены в экономику, и так далее, и так далее. Да плевать хотела нынешнее российское руководство, просто плевать хотела на дороги, на экономику, на все остальное. Нынешнее российское руководство может позволить себе, да, понятно, что путем ущемления экономических благ россиян, ну, плевать хотела нынешнее российское руководство на россиян, может продолжать войну до бесконечности. Но ведь до бесконечности... До бесконечности нет, потому что Россия вымирает по миллиону в год. Через сто лет от Российской Федерации не останется ни рожек, ни ножек, если так будет продолжаться. Да, к сожалению, Сергей, в случае конфликта с Украиной, у Украины нет людского потенциала, такого, какой есть у России. К сожалению, мы видим, что мы острую нехватку людского потенциала в Украине уже видим в информационном пространстве, об этом говорят все открыто, и мы, опять-таки, это вскрывать не будем. То, что происходит в отношениях Запада и России, ну, как вам, Сергей, то, что Макрон сказал, что он готов разговаривать с Путиным и готов обсуждать... Ну, да, это понятно, что двойник президента России первый затронул Макрона, сказав, что по инициативе Франции был утерян контакт. Ну, и Макрон тут же подключился и сказал, что он готов разговаривать. О чем, собственно говоря, разговаривать, Сергей, как вы считаете? Ну, Макрон здесь просто троллил Путину, сказал, Володя, Владимир, я вообще-то номер своего телефона не менял, потому что Путин на своей прямой линии пресс-конференции спаренной сказал, что вот, значит, когда ему задали вопрос про отношения с Макроном, он сказал, что вот Макрон мне раньше звонил, а потом что-то перестал звонить. Да, ну, а типа, ну, на нет и суда нет, да. Значит, я по этому поводу сразу ехидно сказал, что как раз на нет суд есть, потому что есть суд в Гааге, да, и Путин уже находится под действием мандата международного, который должен его доставить в этот суд. Вот, и, кстати, следующий вопрос, после этого ему задал человек из Магадана, случайно, будете у нас на Колыме, да, вот, и получилось так вот, на нет, суда нет, и, значит, и тут же ему вопрос с Колымы. Вот, такая смешная, смешная история возникла. И Макрон сказал, что у меня, типа, номер я не менял, если ты, типа, намек был такой, что если хочешь звонить, то ради бога позвони, поговори. Вот, ну, давайте мы тогда обсудим, у нас остается еще 20 минут нашего времени обычного, вот, значит, еще два события важных, 14 декабря, которые произошли, это первая вот эта вот самая конференция, которая, кстати, я считал, что Путин тогда, когда он объявил 8 декабря о своей кандидатуре на новые так называемые выборы, он практически снял всю интригу этой пресс-конференции, и дальше она была уже лишена вообще смысла, потому что единственное, ради чего ее ждали, это вот ради того, чтобы услышать, что Путин идет или не идет на выборы. Вот, и, в общем, так и оказалось, потому что на этой пресс-конференции ничего интересного по-настоящему не было, кроме того, что его поставили перед его же собственным двойником, и это была, судьба всему, такая троллинг самого Кремля, такой саркастический, но если Кремлю нужен такой троллинг, значит, в общем, дыма без огня не бывает. И одновременно, вот эта конференция, может быть, должна была, призвана была стать самым значимым событием этой недели, но в тот же вечер, 14 числа, вдруг совершилась вещь, которую совершенно не ждали в Брюсселе, а именно тогда, когда Шольц вывел Орбана покурить и попить кофе, вдруг проголосовали за то, чтобы начались переговоры о членстве Украины и Молдовы в ЕС и о придании статуса кандидата в члены ЕС Грузии. Да, вы правы. Вы правы в обоих случаях. Дело в том, что пресс-конференция так называемого президента России Владимира Путина абсолютно пустое мероприятие, абсолютно пустое, ничего. Здесь вы также правы, кроме попытки опровержения того, что, как помните, да, Волан говорил, что пытались доказать, что меня нет. Ну, вот в этом случае двойник президента России пытался доказать, что его же и нет, да, выступая перед аудиторией. Абсурдная ситуация, но тем не менее. Ну, и второй, конечно, это шутка про яйца, абсолютно пошлая, но тем не менее. Против сына Патрушева, да, я так понимаю? Да нет, это про российский народ основная шутка. Дело в том, что в этой же шутке человек, похожий на президента России, сказал, что Патрушев ему ответил, что у него с яйцами все в порядке. А якобы Путин сказал в ответ, у тебя все в порядке, а у народа не все. Ну вот, значит, у народа Российской Федерации, по мнению российского руководства, не все в порядке с яйцами. Ну, только и всего. Вот такой каламбур получился. Да, ну, четыре часа продолжалась эта бодяга, да? Вот, кстати, у меня вопрос технический. А он что, пописать, покакать он не может, не хочет за четыре часа? И как он, в памперсах сидит? Дело в том, что покойный президент России Владимир Путин действительно носил под такие своеобразные подгузники, которые впитывали влагу, которые впитывали, да, все его продукты жизнедеятельности, пока он имел возможность, вернее всего, не имел возможности воздержания. Так вот, у двойника несколько другая ситуация. Но, тем не менее, четыре часа действительно просидеть. Наверное, готовился дьюэр-этики, употребил, возможно, перед выступлением. Ну, это, конечно, понятно, что и мы с вами помним Фиделя Кастро, который выступал перед публикой, постоянно что-то рассказывая. На протяжении, по-моему, сколько там? Шесть часов у него рекорд? Да, у него рекорд, по-моему, восемь был часов одновременно. Причем человек постоянно говорил, постоянно говорил. Это не то, что там кому-то давал слово. Он мог себя настроить. И пламенно говорил, потому что у него совсем другой темперамент был. Здесь несравнимая вещь. Таких людей больше нет. Таких людей больше не делают. Да, это тоже чистая правда. Абсолютно пустое мероприятие. Абсолютно. Что касается саммита ЕС, на котором было принято решение, которое вы уже озвучили. Решение действительно революционное, но, к сожалению, пока что чисто декларативное. Дойти до реализации принятия Украины и Молдовы в ЕС, ну, возможно, при самых оптимистических сценариях, при самых оптимистических. Ну, это перспектива ближайших десятка лет. Не десятка, это около десяти лет. И Орбан огрызнулся, вы правильно говорите, что Шольц отправил Орбана выпить кофе. И Орбан огрызнулся, скажет, что до принятия, до вообще рассмотрения принятия Украины в ЕС должно пройти еще как минимум 70 или 75 подобных голосований. И то, что он еще себя покажет, 70 раз выводить Орбана из зала, ну, будет довольно-таки тяжеловато. А может быть, один раз выведут Венгрию из ЕС? И будет решен вопрос с Орбаном? Как вы считаете, Сергей, такой сценарий реален? Ну, если посмотреть, что случилось с Великобританией, вполне себе реален. Ну, Великобритания по своей инициативе вышла из ЕС. И в этом случае, как ни странно, как ни странно, это выход Великобритании из ЕС помог и Великобритании, и помог ЕС. Ну, я думаю, что и Венгрии этот выход поможет, да? Потому что если Орбан хочет жить с Путиным, хочет жить как Лукашенко, то он оценит довольно быстро житье без Европейского Союза. Это было бы логично. Хотя я с вами понимаю, я понимаю, на что вы намекаете, что у ЕС на самом деле нет механизма исключения члена ПСДС. Нет механизма исключения. Мы видим, к сожалению, к сожалению, Сергей, огромному сожалению, что появляются подобные Орбаны в лице ФИЦа. В Словакии появляется, вероятно, появится новое руководство в Бельгии. В скором времени, вероятно, появится новое руководство в Нидерландах в ближайшее время. Но зато в Польше произошло тоже событие значимое, да? Потому что правительство Моровецкого было отправлено в отставку, и теперь Туск возвращается. Да, но там не было выбора с пропутинским руководством в Польше. Надо дать должное. Польша, Литва, Латвия, Эстония – это те люди, да, те страны, которые находятся на передовой, что называется, Евросоюза с Россией. Противостояние пока холодного, но тем не менее. И там нет пропутинских сил, которые могли бы прийти к власти. Их просто нет. Их просто не существует. Там какие-то теоретические шансы, теоретические, там в Латвии и Литве, теоретические, кто-то там очень отдаленно имеет. Но тем не менее мы видим, что в ближайшей перспективе, скорее всего, это просто невозможно. Тем не менее, тем не менее, видите, Словакия, Венгрия, все-таки, да и не только Словакия, Венгрия, мы видим и Нидерланды, и Бельгию. И, вероятно, вероятно, в скором времени будут выборы еще в нескольких странах. Кстати, во Франции когда выборы парламентские? Ну, парламентские выборы одновременно с президентскими, то есть раз в пять лет, сразу после президентских выборов. То есть у нас были выборы сейчас в 22-м году плюс пять, это получается какой-то у нас там. А, ну еще долго. 27-й год. Нет, недолго, подождите, подождите. У нас тут во Франции тоже произошла катастрофа всемирная, которую, естественно, люди за вот этими проблемами войной в Украине, войной в Израиле, кроме тех, кто специально занимается Францией, не отследили. У нас министр внутренних дел Дармана предлагал закон о мигрантах, который не прошел через парламент, и это должно было закончиться отставкой этого министра. Макрон его отставку не принял, но ситуация очень шаткая у нынешнего правительства Элизабет Борн, и вообще идет разговор о том, чтобы назначить, распустить парламент, назначить новые парламентские выборы. Так что в этом смысле вопрос, кстати, у вас был очень, очень правильный. Скажите, а какой закон о мигрантах должны были принять? В чем суть этого закона? Ну, суть в том, что все правые партии, типа там Марина Люпен и так далее, они пытаются принять примерно то же самое, что, кстати, делают республиканцы в Соединенных Штатах Америки. Они говорят, что вот слишком много иммигрантов во Франции, очень многим иммигрантам, кстати, отказывают в праве на политическое убежище, и по идее их должны после этого делать, депортировать в их страны, но на самом деле этого не происходит. Вот, и дальше возникает сложная ситуация, когда, значит, они не устраиваются на работу на какую-то, не получают вида на жительство и на работу, и живут на социальных пособиях, то есть на самом деле ситуация, в общем, постепенно деградирует, причем деградирует уже там лет 40. Да, раньше это было нормально, потому что даже таких незаконных иммигрантов Франция принимала, потому что она развивалась во время 30 лет после Второй мировой войны, но когда у нее начались экономические проблемы, то все эти мигранты стали проблемой, нахлебниками, которые живут на социальные пособия, и за счет того, что им выдают социальные пособия, это становится пылесосом, который, значит, так сказать, дает возможность другим, дает перспективу другим тоже ехать во Францию, чтобы их получать. И правительство Макрона попыталось урегулировать этот вопрос, потому что оно понимало, что эта тематика работает на их оппонентов, и чтобы перехватить как бы этот ректорат этих оппонентов, они попытались немножко ужасатить правила пребывания мигрантов на территории Франции, но оппоненты, понимая, что это из себя представляет, просто не проголосовали за Макроновский закон. Таким образом, все провалилось, и у Макрон теперь очень шаткая политическая ситуация. – Да, Сергей, вы четко обрисовали проблему, и проблема мигрантов – это та проблема, которую в том числе создавал покойный президент России Владимир Путин, которая создает нынешнее российское руководство. Проблема мигрантов довольно серьезна не только во Франции, но и во многих странах Евросоюза. Да, она не критически в странах Восточной Европы, потому что, скажем, в Польше основное количество мигрантов – это все-таки украинцы, которые ментально близки к полякам, которые являются христианами, которые являются, ну, что там скрывать, белыми, которые являются, опять-таки, людьми, у которых схожие языки, достаточно похожие, я имею в виду. И неплохо ассимилируются украинцы в обществе, в Польше. И, конечно, основным кризисом является приток беженцев с арабских, да, с арабских стран. Арабские страны, страны Африки, которые, как мы сами понимаем, вы это не стали говорить, если память корректности, но они не задерживаются в Восточной Европе, которые более бедные, как бы, часть Европы, а хотят переехать в Западную Европу и жить на социальные пособия в Западной Европе. Да, это действительно является серьезным кризисом, и покойный Путин не зря развязал войну в Сирии после теракта над Синаем, который сам же организовал. И, конечно, поток беженцев, шантаж Европейского Союза и руководство западных стран как раз этим потоком беженцев довольно серьезный аргумент. На сегодняшний день этим аргументом довольно умело пользуется Эрдоган, на территории которого, на территории Турции расположено достаточно большое количество сирийских беженцев, и Эрдоган постоянно угрожает... Да, там миллионами это сделает. Миллионами, миллионами. Не просто, по-моему, 7 или 8 миллионов. И каждый раз Эрдоган, пугая Евросоюз и потоком этих беженцев, тем, что сейчас он откроет границу и пустит этих беженцев в Евросоюз, он, конечно, удачно маневрирует и манипулирует мнением руководства западных стран. Плюс на Путина видели вместе с Лукашенко, который использовал эту проблему, и теперь на финляндской границе то же самое, да? Конечно, конечно, конечно. Кризис с беженцами, уже понятно, как им манипулировать, уже понятно, как с этим обращаться, и российское руководство умело, надо опять-таки отдать должное, умело этим пользуется. Что касается... Вот как раз мы с вами затронули Эрдогана в этом плане. Скажите, пожалуйста, Сергей, позиция Турции в сегодняшнем мире, как вы оцениваете? Да, мы видим, что Евросоюз, мы видим, что США четко приняли сторону в этом конфликте, а вот Турция, что называется, оказалась и умной, и красивой, да? По крайней мере, попыталась быть. Да, потому что она с российским, и с украинским. И с российским, и с украинским, и с Хамасом, и с США. И Турция в этом смысле, кстати, Турция уже с 52-го года, прошлого века играет эту странную скрипку, потому что она член НАТО, и одновременно она не член ЕС, и у нее был разговор о том, чтобы принимать ее в ЕС. Но потом ее, кстати, кинули, в смысле принятия ЕС, и она в отмеску на это блокирует очень многие вопросы. Но блокирует изнутри, потому что если она является членом НАТО, то без ее голоса нельзя принять никаких других членов. Это мы видели на примере Финляндии и Швеции, которые, значит, с Финляндии все решилось быстро, а со Швецией Турция явно совершенно играла. Вот. И играла, кстати, на кандидатуре Украины в НАТО. И у Турции вообще, в принципе, претензии очень большие, почти такие же, как китайские, потому что у Турции, кстати, она очень сравнима, Эрдоган сравним, кстати, с Путиным. Но он больше Путина, потому что он больше, он более умный человек и более хитрый человек. Но у Турции такие же фантомные боли ее империи атаманской, которая, в общем, довольно большую роль играла до Первой мировой войны. Вот. И у нее претензии сейчас тоже на возрождение атаманской империи, на особую роль в Центральной Азии и даже в России, потому что у нас очень многие национальные республики являются туркоязычными. Да. И в итоге, в итоге надо понимать, что подобная политика Турции, конечно, не на руку. Не на руку в этом смысле в данном конфликте для Украины. Те преференции, которые предоставляла Турция в начале войны, сейчас, ну, несколько нивелированы. Сейчас позиция Турции ближе все-таки к российскому руководству и помощь Турции в обходе санкций, помощь Турции в так называемом сером импорте для России все-таки играет большую роль, чем помощь гуманитарная, по большей части помощь Украине. Давайте немножко, Сергей, также обговорим ситуацию, наверное, в отношениях Азербайджана и Армении. И высказывание армянской стороны по поводу того, что договоренности, трехсторонные договоренности в перспективе Азербайджана, при участии, в договоренности Азербайджана и Армении, при участии России в ближайшее время не рассматриваются и бесперспективны. Да, и они, в общем, выходят на прямой контакт. Кстати, в этом смысле довольно эффективный, кстати, контакт, да? Эффективный, конечно. Именно это и должно привести к финалу этого конфликта между Арменией и Азербайджаном, потому что, напомню, основным триггером в этом конфликте, основным раздражающим фактором была как раз российское руководство, которое постоянно пыталось рассорить, ну, разделяя и лавствует, да, старая поговорка, которой пользовалось российское руководство, настраивая армян против азербайджанцев, и азербайджанцев против армян, постоянно, и держа руку на этом конфликте, то его, значит, раздувая, то его пытаясь гасить, было довольно эффективно, да, и сейчас и армяне, и азербайджанцы вовремя поняли, вовремя, я считаю, сейчас еще не поздно было понять, вовремя поняли деструктивную роль российского руководства в этом конфликте, и выходят на общение, на общение один на один. Ну, они воспользовались ситуацией выгодной, да, потому что они понимали, что Российская Федерация сейчас слишком занята украинским конфликтом, у нее просто не будет сил для того, чтобы открывать еще второй фронт там, и в этом смысле они, и та, и другая сторона поняла, что вот сейчас тот самый единственный момент, когда можно урегулировать, раз и навсегда, эту проблему. Да, да, вы правы. В этом смысле, конечно, нападение Путина на Украину было абсолютно бессмысленным в плане возможного развития других стратегий. Это признавал и в свое время сам Путин после начала конфликта. Об этом говорят сейчас и многие представители в российском руководстве, что была совершена ключевая ошибка. Как считают в российском руководстве, здесь стоит, наверное, это нам с вами обсудить, Сергей, сейчас считается, что ошибка Путина в нападении в Украину была в том, что стоило бы направлять на свои усилия на страны Прибалтики для того, чтобы расшатать НАТО. Они увидели слабость с одной стороны НАТО, и европейского ВПК производить достаточное количество вооружений для конфликта, для подавления конфликта с Россией, и видят перспективы, видели, по крайней мере, перспективы в давлении на НАТО как раз в гибридных операциях по отношению к республикам Прибалтики. Как вы считаете, Сергей, не будь этого конфликта Россия и Украина, если бы подобное давление, гибридное, но тем не менее, включая военную составляющую, было к странам Прибалтики. Давайте я, наверное, немножко опишу один из сценариев, которые были на столе у Путина. Это ограниченная военная операция на территории одной из прибалтийских стран, когда войска обводились, и до какого-то принятия со стороны стран НАТО, если была бы пятая поправка, или еще пятая статья, приведена в действие, то операция моментально сворачивалась, и выводились войска с территории этой страны, как бы декларируя о том, что цели достигнуты, все, дальнейшее нахождение войск бессмысленно, и, пожалуйста, самонахождение, сама возможность военной операции против одной страны НАТО уже расценивалась как победа внутри России, внутри российского руководства, извините, расценивалась как победа, просто как победа. И вот, а если бы НАТО отмешкало, если бы НАТО задумывало в возможности противостояния с Россией, так это приведет бы просто крах альянса. И это было бы не просто победа, это была бы глобальная победа. Именно из таких операций рассматривали в свое время российское руководство и предлагали президенту России Владимиру Путину, и один из этих вариантов лежал у него на столе. Он предпочел свой идиотизм, что-то идиотизм, что-то я здесь не сомневаюсь. Тем не менее, он решил реализовать тот идиотизм, который у него был в голове по отношению к Украине, и мы видим, что произошло. Как вы считаете, Сергей, реализует перспективы по отношению к Прибалтийским республикам? Что бы было? Ну, я не думаю, что там было бы что-нибудь более интересное для Путина, потому что вообще на самом деле НАТО была умирающей организацией, и любое выступление Путина против НАТО возродило бы НАТО, и он привел бы к тем же самым последствиям, которые привела война в Украине, может быть, просто в меньшем масштабе, что Финляндия не вступила бы в НАТО, или там Швеция не вступила в НАТО, но в любом случае атака прямая лобовая на НАТО закончилась бы тем, что организация, наоборот, стала бы укрепляться и развиваться примерно так, как она укрепляется и развивается сейчас. Но вы знаете, что история не терпится слагательного наклонения, если бы до кабы во рту выросли грибы, все произошло так, как произошло, и в любом случае я с вами согласен, что нападение на Украину, так как это было произведено Путиным в 2022 году, было абсолютной глупостью, абсолютным идиотизмом, прежде всего с военной точки зрения. Но, естественно, это не привело к падению путинского режима, и на эту тему мы еще с вами будем не раз, наверное, высказываться и обсуждать, и анализировать. Я предлагаю сегодняшнюю беседу нашу заканчивать, потому что, в общем, мы с вами обсудили те итоги, которые прошли на этой неделе, главные итоги, и, естественно, стандартное обращение к нашим подписчикам, подписываться на наш канал, ставить лайки, распространять эти материалы в их соцсетях. Алло? Обязательно подписываемся. Алло? Да-да. Сергей, я говорю, что нашим уважаемым зрителям и слушателям подписываться на наши каналы, на канал Сергея Жирнова в YouTube, на канал Сергея Жирнова в Telegram, на наши каналы. Также хочу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, что мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Спасибо. Спасибо.